Семён был обычным парнем, как вы все. Он отдыхал с друзьями, гулял с девушками, смотрел тикток и играл в компьютерные игры. У Семёна была большая мечта. Он хотел стать действительно хорошим спортсменом, хорошим футболистом. Но эту мечту он всегда откладывал на потом. На первом плане у Семёна стояли, конечно же, развлечения. Быстрые развлечения. Время шло, Семён старел. Его мечта уходила всё дальше и дальше. А те вещи, которые приносили ему удовольствие в 15 лет, уже перестали приносить удовольствие. Он был в погоне за удовольствием, которое принесёт ему максимальное количество эмоций. Сегодня мы поговорим про эмоциональную погоню и то, как люди убивают себя в погоне за эмоциями. Друзья, всех приветствую с вами Ник. И сегодня мы поговорим про погоню за эмоциями. Почему это тебя убьёт? И почему тебе точно нужно выходить из этого порочного круга? Как мы послушали на примере с Семёном, у Семёна была мечта, у него была цель. Он хотел стать спортсменом, футболистом. Но желание получать быстрое удовольствие превозмогла его. Когда перед нами стоит развилка. Первое. Это пойти по тяжёлой тропе футболиста, где тебе нужно будет много тренироваться и много работать над собой. И в конце ты получишь невероятное количество эмоций и, в общем-то, достижение цели. Достижение цели всегда приносит большое количество эмоций. И второй пуль, где ты быстро получаешь эмоции. Это такие вещи, как быстрый контент, ТикТок. Это такие вещи, как быстрые девушки. Это такие вещи, как просто употребление алкоголя, сигарет. Такие быстрые действия, которые приносят вам удовольствие. Вы прекрасно это знаете. Многие из вас этим балуются. И сегодня я помогу вам избавиться от этого. Потому что это действительно загонит вас в гроб. Поймите, как работает система. На примере Семёна мы увидели, что сначала, допустим, он начинал просто с того, что он начал смотреть мультики. Да, мультики, в них нет ничего плохого. Если, опять-таки, они в меру. Если мультики потом перерастают в ТикТок. После ТикТока мы понимаем, окей, это классно. Я попробовал сигарету, это тоже классно. Мы начинаем курить, начинаем пить. Вы всё это знаете. Вы прекрасно знаете эту цепочку. И вам мама кучу раз это рассказывала. И в конце это всё приводит к тому, что вы умираете. Потому что за вот этой погоней эмоций, где вы, допустим, смотрите ТикТок, вы понимаете, что всё это не приносит мне настолько много эмоций и смеха, и радости, или наоборот грусти. То есть вы не можете уже... Вам не хватает. И вы переходите на другой уровень. А другой уровень всё больше вас гробит. Другой, другой, другой. В конечном итоге, как я уже и сказал, это смерть. Смерть это неплохо, но такую ли смерть вы хотите? Второй путь. Второй путь, где вы идёте к своей цели. Вы упорно тренируетесь. Вы постоянно достигаете каких-то новых высот. Ставите себе преграды, их преодолеваете. И в конечном итоге вы тоже получаете дозу удовольствия. Получаете дозу эмоций. Но только вдумайтесь, насколько это разные эмоции. Насколько это совершенно разный уровень эмоций. Понятно, что при достижении цели вы получаете эмоции не только от того, что вы достигли эту цель, а из-за всего пути также. Из-за всех трудностей, которые вы преодолели. Вы получаете от этого эмоции. И тут выбор. Выбор каждого. Выбрать быстрое удовольствие или же трудиться. Упорно трудиться и получать удовольствие правильное. Правильное по отношению к себе. Я считаю, что быстрое удовольствие – это просто неуважение себя, потому что вы прожигаете свою жизнь. Вы её выбрасываете в мусор. Подумайте, родились ли вы для того, чтобы просто смотреть тикток, бухать и курить. Не знаю, научитесь играть на инструментах. Научитесь плавать. Научитесь играть в футбол профессионально. Есть множество интересных вещей, которыми вы можете заняться. Помимо курения и употребления алкоголя. И опять-таки, я не хочу сказать, что употребление алкоголя и сигарет – это запрет. И этим нельзя заниматься. И также я хочу сказать про тикток. Нет, это нормально. Это приносит вам удовольствие. Это в порядке. Должны быть вещи, которые приносят вам удовольствие из плохих вещей. И также это тоже очень важно. И это даже хорошо, если это в меру. Главное – следите за тем, чтобы это было в меру. И не переходите этот порог. Не входите в этот убийственный круг удовольствия, где вы гонитесь за ними, всегда повышая градус. Думайте об этом. Спасибо за просмотр. Всем хорошего дня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!